С начала года на железной дороге в Подмосковье зафиксировано больше 100 смертельных случаев. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Редкий день обходится без сообщения о пострадавших. Чаще всего смертельные случаи фиксировались на опасных тропах, где за 7 месяцев погибли 53 человека. О том, что железная дорога – зона повышенной опасности, сотрудники линейной полиции, транспортного отдела, администрации округа напоминают регулярно. Будьте осторожны, будьте внимательны, берегите себя, не прыгайте с платформы. Никаких наушников не должно быть. Главный эксперт отдела муниципального контроля администрации округа Виктор Теглов успевает в небольшом монологе до прихода электрички упомянуть основные пункты правил поведения на железной дороге. Чаще всего он подходит к людям молодым. Цифры трагической статистики пополняют в основном они. Вот лишь некоторые происшествия июля. Два зацепера обнаружены мертвыми. Один на крыше электрички Ярославского направления, другой на станции Мытищи. Увы, на необдуманные поступки решаются чаще всего в юные годы. О происшествии на станции Царицыно мы узнали из уст очевидца. Девушка молодая лет 15-20, она бросилась под электричку и у нее пол лица снесло под рельсами. Прямо на ваших глазах? Да. Молодежь, которая не думает, к сожалению, о себе. И о родителях. И о родительных, и о последствиях, и о жизни своей, о завтрашнем дне не думает. Эти наушники, которые торчат у них и отвлекают их от жизни, от полноценной. Они воспринимают нормально наши убеждения, наши призывы, принимают листовки. И мы это делаем вторник и четверг. И это делаем уже не первые годы и будем делать. Потому что мы знаем, что это путь достучаться до них. Профилактические рейды по безопасности на железной дороге приносят результаты. В Серпухове количество нарушителей и трагических происшествий в этом году уменьшилось. Кстати, сегодня, когда наш оператор вышел на платформу с камерой, ни один пассажир не попытался обойти турникеты и прыгнуть с платформы. Нарушителей правил безопасного нахождения на железнодорожном объекте после прибытия электрички в 11.30 не было. У нас сейчас летний период, каникулы. У нас все равно в образовательных учреждениях, там где проходят летние лагеря, также проходят лекции, пятиминутки по безопасности на железной дороге. Мы напоминаем жителям городского округа Серпухов, а также гостям о безопасности на железной дороге. Соблюдать правила безопасности – это очень важно. Жизнь у нас одна. Специалисты администрации, сотрудники полиции, которые еженедельно дежурят на станции, надеются, что количество нарушителей будет сведено к минимуму, когда в Серпухове появится современный разноуровневый переход. Особенно окончание его строительства ждут люди пенсионного возраста. Обычно ветер, дождь, снег, вот это вот, и очень высоко. Лестница очень неудобная. Поэтому вы ждете, когда будет новый переход? Очень, очень, да. Весь город ждет. Спасибо властям, что такой мост сделали. В комплексе мер по предупреждению и профилактике железнодорожного травматизма, которые реализует Минтрансрегиона, не только строительство новых пешеходных переходов через пути и ликвидация несанкционированных, но и установка камер видеофиксаций нарушений, профилактические рейды на станциях и платформах. Все это помогает сохранять жизнь. И тем не менее, каждый человек должен понимать, что безопасность на железной дороге зависит прежде от него самого. Волонтеры и специалисты администрации в очередной раз напоминают – риск неуместен и жизнь дороже всего. Проявляйте свою силу, мужество, героизм и отвагу в спортивных достижениях. Не рискуйте жизнью. Возможно, кого-то это обращение остановит сделать необдуманный роковой шаг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова